Всем привет, я Артем Кашканов и в свободное от работы время я занимаюсь созданием безумных вычислительных устройств из компонентов, используемых которых в 21 веке немножко нецелесообразно. В прошлом я известен как создатель самого де-факто самого быстрого в мире релейного компьютера на 600 миниатюрных гирконовых реле с кодовым названием BrainFact PC. Это по сути единственный в мире 16-разрядный компьютер на гирконах. Он де-факто самый быстрый, ни один любой другой когда-либо существовавший релейный компьютер не смог вычислять со скоростью 25 инструкций в секунду, но благодаря использованной архитектуре эзотерического языка программирования BrainFact, вычисление любой программы, которая имеет хоть какой-либо смысл, может занять бесконечно долгое время. Но я решил пойти дальше и собрать следующую машину, уже электронную вычислительную машину на газоразрядных и вакуумных лампах с кодовым названием Decatron PC. В ее составе находится уникальная газоразрядная лампа Decatron. Суть ее в том, что у вас имеется центральный металлический диск и 10 катодов вокруг него. И между одним из катодов и центральным диском горит тлеющий разряд. Вы можете считать, какой сейчас разряд горит, а подавая управляющие импульсы определенной последовательности, гонять этот разряд по часовой или против часовой стрелки. Таким образом, обеспечивая счет от 0 до 9 в любую сторону. Поскольку в языке BrainFact всего 8 инструкций, и 6 из них — это операции инкремента и декремента, то создать следующую ламповую машину на Decatron для меня было довольно очевидной задачей. Кратко об истории ламповых компьютеров. На самом деле рассказывать довольно-то мало что можно, поскольку первая электронная вычислительная машина появилась в 1942 году. Это был вычислитель системы линейно-фалгебраических уравнений от Атанасова-Берри. В 1945 году уже появился первый программируемый компьютер общего назначения, которого вы все, наверное, знаете, ENIAC. Но уже в 1947 появился первый транзистор, а в 1953 появились первые транзисторы на EVM. Частично транзисторные, но в итоге к 60-м годам прошлого века эпоха ламповых компьютеров, по сути, закончилась, так и не начавшись. В итоге проблема основная с созданием лампового компьютера заключается в том, что схем как таковых особо нет. Есть какие-то базовые наметки от IBM. IBM 604 имеет потрясающую документацию, которую я беру за основу. Harvel Decatron, старейший в мире до сих пор работающий компьютер с 1951 года. Тоже на него есть документация. Но за этот короткий период, буквально в 6 лет, не было никаких работ по оптимизации скорости, по миниатюризации. И это то, что сейчас я и пытаюсь сделать с ламповым компьютером. И для того, чтобы не ошибиться при разработке печатных плат, я хочу использовать все современные возможности, но без закремниевых транзисторов. Я делаю экспериментальную декатронную ячейку для разработки будущей схемы, которая в дальнейшем будет уже сделана на печатных платах. При этом, опять же, я могу пользоваться благами цивилизации в области миниатюризации. Например, вот эти лампы, виден курсор, использовались в ламповом компьютере «Урал-1». Это один из самых известных ламповых компьютеров в СССР. Он, например, использовался на космодроме ГБА-Канур для расчета траектории полета космического аппарата «Буран». И там даже в музее у них осталась пара ящиков. Наиболее полная машина «Урал» есть в запасниках политехнического музея. Лампы пальчиковые, вот эти, они использовались как раз в компьютерах IBM 604, IBM 704, в малой электронной счетной машине «Мессом-1», которая представляла собой 6000 ламп, обвешанных просто по всем стенам помещения. Если кто-то присутствовал на прежних лекциях, могли видеть это. Я же буду использовать сверхминиатюрные лампы. В итоге, та декатронная ячейка, которую вы можете наблюдать в выставочной зоне, она представляет всего лишь один разряд декатрона от 0 до 9. Мне таких разрядов нужно 17 штук, но с использованием сверхминиатюрок в этом объеме одной ячейки поместится 5 или 6 разрядов. Также у меня имеются, например, сверхминиатюрные декатроны. Вот справа это те декатроны, типоразмер которых использовался в 1951 году при создании «Харвелл декатрон». В моем же случае я использую самый быстрый в мире газоразрядный декатрон со скоростью счета до 1 миллиона импульсов в секунду. Это такой косвенный ответ на вопрос, какая теоретическая производимость будет у будущей ламповой машины. В итоге общие габариты будущего лампового компьютера будут довольно скромными. Это порядка 3-4 серверных корпусов, 4 юнита. То есть, по сути, половина серверной стойки. И потребляемая мощность 5-10 киловатт, который, опять же, тех, кто работает с серверами с мощными, никого не удивить. Современный сервер, вот этот 4-юнитовый корпус, вполне способен сожрать 4-5 киловатт и не подавиться. Поэтому в плане энергопотребления ламповый компьютер будет жрать не так уж и много. Основное его достоинство в том, что он переживет ядерный удар, поскольку в нем не будет кремниевых транзисторов. Память, я надеюсь, сделать на ферритах. Соответственно, во время ядерного удара, во время электромагнитного импульса там, может, и будут происходить какие-то наводки. Но в итоге машина останется полностью рабочей. Однако не факт, что в постапокалиптическом мире будет доступ к электроэнергии. И это один из недостатков будущей ламповой машины. Она требует электричества для своей работы, а значит, потребуются какие-то генераторы. И придется пройти какой-то путь, чтобы раздобыть эти источники электроэнергии. Еще один проект, который тоже показываю в выставочной зоне, это самодельные электроэлеменцентные индикаторы. Это технология 60-х годов. По сути, это дедушка наших современных AMOLED-дисплеев. Технически это конденсатор, у которого одна обкладка прозрачная, а диэлектрик светится в электрическом поле. В случае технологии 60-х годов мы подаем на конденсатор большое переменное напряжение 300 В, 400 Гц. Сейчас в ваших смартфонах напряжение возбуждения для электролюминофоров, для органических электролюминофоров составляет единицы вольт. То есть эта технология претерпела довольно существенные изменения и прочно вошла в нашу жизнь, хотя про ее дедушку мало кто вспоминает. Эти индикаторы вы тоже можете наблюдать в выставочной зоне. Но прежде чем я перейду к компьютеру, который лишен недостатка предыдущей машины, я хочу задать вопрос залу. Кто мне может сказать, каково строение обычного бытового газового счетчика? Сразу оговорюсь, вопрос дискуссионный. Те, кто точно знают, что находится внутри именно вот этих газовых счетчиков, их просьба пока попридержать ответ. Механический. А какой именно механический? Так, хорошо. Еще варианты. Но металлические части, да, могут быть. Так, хорошо. Хорошо. Да, верно. Вы назвали как минимум два варианта из множества. Здесь я представил три из них. Во-первых, это роторные счетчики. Газ имеет довольно низкую плотность, поэтому крыльчатка, как в счетчиках воды, ее использовать крайне проблематично, поскольку она будет довольно нечувствительна к малым расходам газа. Поэтому используются роторные счетчики, где входная и выходная камера фактически всегда герметичны. И газу приходится проворачивать эти роторы, чтобы пройти наружу. Дальше мы уже по системе шестеренок передаем это вращение на механизм счета. Ну и, соответственно, отображаем его на индикаторах. Второй вариант, как назвали, диафрагминный. Внутри него есть небольшие меха. И за счет системы клапанов, системы рычагов, газ сначала надувает. Один мех сдувается, второй мех сдувается. И вот количество надутых мехов как раз и отображается в дальнейшем на индикаторе. Эти два типа полностью механические. Им не требуется источник электроэнергии для своей работы. Но есть проблема в том, что рабочая камера и атмосфера квартирная, они на самом деле не соединены. И, несмотря на то, что вал там проходит через сальник, все равно какая-то часть газа может проходить через этот сальник и переходить в атмосферу нашей кухни. Ультразвуковой лишен от этого недостатка, например. Там имеется труба определенного сечения. По трубе течет газ. И под небольшим углом к этой трубе два ультразвуковых передатчика стреляют ультразвуковыми импульсами друг напротив друга. И в результате на два приемника приходят сигналы. Один, который шел по ходу движения газа, второй против. За счет доплеровского эффекта у них будут разные фазы. И за счет этой разности фаз мы можем узнать, какая была скорость движения газа. Ну и, соответственно, пересчитать ее в поток и расход. Но есть еще один, как минимум, интересный вид газовых счетчиков, с которого и начинается вся эта интересная история. Есть так называемый струйный элемент. Про элементы, которые на эффекте прилипания струи к стенке. Я чуть дальше объясню, что это такое. А пока пущу вот эту рабочую модель по залу. Можете внимательно посмотреть. Это рабочий логический элемент, у которого отсутствуют подвижные части. Дальше буду объяснять, как он работает. Пока пускаете. Про эти элементы я знал уже, наверное, лет 10. Но буквально весной совершенно случайно увидел на Пикабо пост внутренности газового счетчика. И такой, так, ребята, а что вы тут делаете? И начал разбираться. Если вы приобретете газовый счетчик, у которого в документации написано, что он струйного типа, разберете его, можете просто купить неисправный газовый счетчик. Правда, это будет сделать сложнее. Я скупил почти все на Авито неисправные счетчики. Вы обнаружите интересную такую конструкцию. В большом газовом счетчике есть клапан, который может соединить вход с выходом. Но во всех разобранных счетчиках он закрыт, а в малых счетчиках его нет. Но самое главное — это вот этот вот блок. Пакет из металлических пластин, небольшой блок из оргстекла и пьезоэлемент сверху. И вот здесь этот самый пакет разобран, и мы видим пластины различной формы, которые очень похожи на элемент, который я сейчас пустил по залу. Такой формы здесь три разных вида. Это какие-то каналы и отверстия, ну и пьезоэлемент. Вот так этот элемент выглядит вблизи. В выставочной части он тоже присутствует. И как это работает? Вот это самое интересное. Есть понятие ламинарная струя и турболизированная струя. Что это значит? Возможно, когда вы поливали садовым шлангом цветы, например, вы могли заметить, что иногда из шланга течет настолько ровная струя воды, что как будто она замерла, как будто замерзла. А бывает, что она разлетается просто на малейшие капли. В первом случае струя называется ламинарной. Это значит, что у нее скорость потока внутри максимальна, а к краям она снижается. При этом ее форма сохраняется. И она действительно выглядит как абсолютно ровная, без каких-либо особых колебаний. Турболизированная струя – прямая противоположность. У нее нет какого-то порядка. Она работает абсолютно хаотично, брызжет во все стороны. У ламинарной струи, как воздуха, газа, жидкости, есть два интересных эффекта. Первый эффект называется эффектом взаимодействия струй. Если мы начнем скрещивать две ламинарные струи, они начнут взаимодействовать. Если мы начнем подавать две струи под неким углом, то результирующая струя будет строго вертикальная. При этом, что каждая струя будет лить вбок. Регулируя мощности каждой струи, мы можем управлять углом результирующей струи. Это эффект взаимодействия струй. Второй эффект – эффект прилипания струи жидкости или газа к стенке. Как он выглядит? У нас из сопла выходит наша ламинарная струя. Ламинарная струя начинает увлекать за собой находящуюся вокруг нее среду. Струя должна быть погруженной в свою собственную среду. То есть струя воздуха в воздухе, струя жидкости в жидкостной среде. Она увлекает за собой среду, в которой она находится. В данном случае элемент тут скачет вечно. И эжектирует пространство вокруг себя, уменьшается давление. И за счет того, что элемент на картинке имеет небольшую, но все-таки несимметрию, то разница давлений слева или справа все-таки присутствует. И струя начинает натурально присасывать себя к стенке. И уходит в правый или в левый канал. В данном случае без управляющих сигнала она уходит в правый канал. При этом сверху вот здесь есть небольшая выемка, которая небольшую часть этой струи отсекает, образует вихрь. Эта выемка так и называется вихреобразователь. Этот вихрь попутен к струе, то есть он ее дополнительно прижимает. При этом он противонаправлен току для левого канала. Соответственно, он его полностью отсекает. Слева и справа у нас атмосферные окна, которые компенсируют все возможные перепады давления, потому что струя продолжает увлекать за собой окружающую ее среду. И мы начинаем через управляющие каналы подавать ту же среду, что наша струя. Будем говорить про воздух в данном случае. Подаем воздух и тем самым нарушаем вакуум между струей и стенкой, отрывая ее и перекидывая к другой стенке. И струя начинает идти в другой канал. Теперь вернемся к элементу. Он выглядит очень похожим. У нас точно также есть канал питания, куда в случае газового щетчика подается газ. Это пластины из бытового щетчика газа. Справа тоже из бытового щетчика газа, просто меньшего размера. То есть слева грант 4, справа грант 1,6, например. У него меньший расход и, соответственно, элемент чуть меньших габаритов. Есть управляющие левые и правые каналы, левые и правые выходы, куда уходит газ. И что там происходит? Таких элементов в газовом щетчике три штуки. И каждый из них подключен к следующему. То есть текущий к следующему, к следующему, к третьему и третий к первому. И когда мы начинаем подавать на все это дело газ, у нас первый элемент включается, и его выход является управляющим сигналом для следующего элемента. и переключает его. Следующий элемент переключает третий, третий переключает первый. И система начинает генерировать колебания. Сверху как раз стоит вот этот вот пьезоэлемент на камере, который эти колебания улавливает, переводит и переводит в расход, поскольку зависимость прям пропорциональная. В 60-е годы прошлого века был бум развития систем управления технологическими процессами, потому что после войны развивалось производство. Производство нужно было автоматизировать, увеличивать его эффективность. И искались новые методы управления этими производствами, новыми технологиями, потому что до 60-х годов основной принцип управления был, например, реле-регулятор. Он регулировал давление, отдельное давление во всей системе. Не было каких-то замкнутых систем управления. Регулировались отдельные ее параметры. И все, что было лучше, чем вот этот вот огромный реле-регулятор, все, что было дешевле, все имело огромную перспективу. И в 60-е годы прошлого века, в данном случае сотрудниками Института проблем управления Российской Академии Наук, была придумана на эффекте прилипания струи серия элементов струйной логики, которую назвали пневмоника, которая слева. Это элементы серии Волга в данном случае. Как раз элемент, который гуляет, это воссозданный прототип этого элемента. Также появилась и пневматика, которая более понятна неискушенному зрителю. То есть это банальный клапан. Если мы подаем туда давление, клапан открывается, открывает проток жидкости или воздуха. Нет давления, клапан закрывается. То есть банальное реле. Но это также можно развить и до дифференциальных реле, до усилителей, до манометров, регуляторов и так далее. И, к сожалению, в отличие от пневмоники, которая, несмотря на отсутствие каких-либо подвижных частей, имела преимущество в плане надежности, пневматика жива до сих пор. А у пневмоники довольно скудные на настоящий момент применения. Она ушла в особые отрасли. В частности, если эти элементы сделать из керамики, то их можно поставить в ракетный двигатель и питать, например, выхлопными газами. Чем она, кстати, и занимается. К сожалению, какую-либо информацию, что именно она делает в конкретных ракетных двигателях, найти очень сложно, поскольку почти вся информация это либо ДСП, либо ГОСТайна. Но, например, струйная техника также применяется в управлении газодинамическими подшипниками, когда нам надо обеспечить одинаковый зазор между валом и подшипником. И там стоят четыре таких элемента, и они, исходя из зазора возле каждого из элементов, подают газ определенного усилия, удерживая вал в центральном положении. Это как раз логические элементы серии SMST2, которые выглядят не как куча трубочек и элементов, а это такие интегральные модули. То есть, на самом деле, в 60-е годы успели довольно сильно развить эту область, и вот в этом объеме, примерно с 5-литровую канистру, умещается полноценный четырехканальный ПИД-регулятор для каких-то технологических процессов. На лампах в 60-е годы такое сделать было просто невозможно. А если возможно, то чертовски дорого. На механике это будет иметь существенно большие габариты. А на струйной технике, на пневматике это обладало довольно скромными размерами. Естественно, с приходом транзисторов все это ушло, но осталось в отдельных отраслях, типа космического отрасли, или банально в бытовых газовых счетчиках. Я знал только про первые варианты, и когда увидел, что они в газовых счетчиках используются, очень сильно удивился. Ребята, что вы тут делаете? У вас по рукам как раз гуляют логические элементы серии «Волга». Они были разработаны в одном подмосковном НИИ. И конкретно вот этот экземпляр был перерисован с альбома «Схем». В данном случае он был увеличен в 3,5 раза относительно исходного. И он представляет собой так называемый логический базис. Кто может объяснить, что означает понятие «логический базис»? Да, верно. То есть базисный элемент позволяет собрать логическую схему абсолютно любой сложности. То есть если у вас на какой-то технологии может быть сделан базисный логический элемент, значит вы на это можете собрать полноценную неэлектронно-вычислительную машину. Да, неэлектронную. Я не знаю, надо красивое название придумать, потому что пневматническая вычислительная машина сложно выговаривается. Что такое базис? В данном случае это 2i-линия логический элемент. Есть еще базисный элемент 2i-линия. 2i-линия – это значит, что у него два входа, и на выходе будет единица до тех пор, пока оба входа равны нулю. То есть на выходе будет ноль, если хотя бы один из входов равен единице. Что ж, как же на таком собрать процессор? Давайте попробуем что-нибудь сделать. Если очень сильно упрощать, то процессор состоит из регистров, которые хранят какие-то временные значения, память оперативную, сюда же можно добавить, и арифметикологическое устройство, которое совершает математические операции. Сложение, вычитание, умножение, деление, логические сдвиги влево, вправо и так далее. Ну и, естественно, декодер инструкций, который эти инструкции откуда-то из памяти считывает, декодирует и выполняет последовательность каких-то микроопераций. Прочитать временное старое значение в регистр, включить в ALO, например, операцию суммирования, записать новое значение в регистр и исполнить новую инструкцию. Само арифметикологическое устройство — это некий большой блок, причем, как правило, в современных процессорах он занимает львиную долю ядра, площади ядра процессора. То есть это сложение, вычитание, умножение, деление, любые арифметические, логические операции, исходя из названия. И в нашем случае давайте рассмотрим только сумматор. Полный сумматор с последовательным переносом, но это касается многобитовых сумматоров. Мы пока про набитовые поговорим. Сумматор, полный сумматор. У него есть два основных входа. Нам нужно сложить два числа — А и Б. Допустим, это многобитовые числа — А и Б. И также у нас есть информация о том, что предыдущее суммирование было с переполнением. Два числа сложили, результирующее число получилось по ширине большим, чем мы способны принять. И у нас образовался сигнал переноса. И в текущем суммировании мы должны его учесть. Получается, что у нашего однобитного сумматора три входа. А, Б для наших двух чисел. И сигнал переноса. Либо с предыдущей операции, либо с предыдущего разряда. Потому что если мы складываем нулевой бит, один плюс один у нас получился ноль в нулевом бите. И единица переноса. Мы в двоичной системе работаем. Эту единицу переноса мы должны подать на следующий разряд. Выходов у нас два. Это, собственно, результат суммы. у, который будет равен единице, если сумма двух чисел равна единице. То есть А плюс Б равно единице. А равно нулю, Б равно единице. Один. А равно единице, Б равно единице. Уже у будет равен нулю. Будет равен единице сигнал переноса, потому что переполнение. Но поскольку у нас три входа, то, соответственно, у показывает нечетность суммы. То есть один плюс один плюс один равен три. Число три нечетное. у будет равен единице. Но три больше двух. Больше или равно двух. Значит, на сигнале переноса тоже будет единица. То есть наш сумматор имеет два входа и три выхода. И в теории, на самом деле на практике, у меня сначала родилась идея построить сумматор на элементах, которые я достал из газовых счетчиков. Поэтому на авито сейчас очень сложно найти неисправные счетчики газа, потому что они у меня все дома, и я не знаю, что с ними делать. Потому что хоть я и напечатал из фотополимерной смолы стенки с каналами подачи, хоть я и попробовал этот элемент, он работает точно так же, как и вот этот элемент, который здесь гуляет, тот, который в выставочной части, можно там пневмо-тумблерами пощелкать, посмотреть, как работает. У него огромный расход воздуха и огромный расход счетчиков. Но в принципе, в теории, это реализуемо. Можно собрать полноценную пневмоническую вычислительную машину на руинах Газпрома. Более реалистичные вариации — это, конечно, сумматор на элементах Волга. Как я уже сказал, у меня имеются два альбома схем, дискретные логические элементы и аналоговая ветвь, где струей воздуха можно управлять плавно, то есть без сигнала. Вся струя будет уходить в один канал, а в зависимости от величины подаваемого сигнала эта струя воздуха может переходить в другой канал, частично или полностью. Напечатать такие элементы можно в фотополимерном принтере. Недостатки, в принципе, те же. Довольно большой расход воздуха, довольно большой расход смолы. В 60-е эти элементы изготавливались горячей прессовкой, горячей штамповкой, вернее. Нет, прессовкой, да. Горячим литьем, литьем под давлением это называется. Горячее литье под давлением. В больших количествах изготавливались. И мне даже удалось найти, наконец-то, такие элементы. Надеюсь, скоро я их заполучу. Если вам кажется, что тут два мужика кричат друг на друга, то Pink Floyd был прав. The Division Bell очень смахивает на элемент 2 или не. Возможно, кто-то из второжилов помнит про мем-переходник с HDMI на садовый шланг. Так вот, у меня теперь есть компьютер, где он может пригодиться. Да, мему уже 10 лет, вот, наконец-то, мы дошли до компа, где это может использоваться. Ну да ладно, альбом, схема, это все, конечно, хорошо, но вопрос, как все это дело проверить без печати, поскольку, как я сказал, довольно большой расход смолы, и не хочется... Смола для фотополимерника довольно дорогое удовольствие, не хочется тонну смолы вылить просто на пустые эксперименты. Поэтому я начал с модели. Доклад же называется «Проектируем процессор с помощью open-source-тулов». Так вот, берем FreeCAD и перерисовываем наш базисный элемент в этот саппор с очень причудливым пользовательским интерфейсом. Ставим расширение ему CFD-OF и в OpenForm моделируем то, как он работает. Слева элемент без управляющего сигнала, и видно, как он начинает работу, видно, как образуется вот этот вот маленький вихрь вот в этой области. Так, я когда нажимаю, он с трудом прокручивается. Ага, вот вихрь образуется. Ну и в атмосферные окна сливается все лишнее давление. На центральной картинке видно, как элемент с слабым питанием реагирует на входной сигнал из управляющего канала. Видно, что он с трудом включается сразу же, но все-таки уходит в левый канал, образуется тот же вихрь. Здесь не совсем до конца рассчитан переходный процесс, но видно, что элемент работает. Справа это вот те элементы SMST2, которые вот в ИПУ были разработаны. Это их типоразмер. Они сильно мельче. Если Волга имеет сечение миллиметр на два, то SMST имеет сечение 1,2 миллиметра на 0,4. У них будет гораздо меньше расход воздуха, и их можно будет использовать в интегральном исполнении. Сейчас покажу, о чем идет речь. В OpenFone вообще достаточно интересная штука, поскольку изначально, когда я перерисовал элемент из альбома, распечатал его, он заработал, но не так, как надо. Вернее, написано в альбоме одно, а работает он совсем иначе. В чем суть? В альбоме написано, что вот этот вот обводной канал находится справа, и он способствует тому, чтобы струя воздуха по умолчанию прилипала к правой стенке. Но почему-то ни в реальности, ни в OpenFone мне этого сделать не удалось. По умолчанию весь сигнал всегда уходил в левый канал. Но слева у нас всего лишь один управляющий вход. Соответственно, два или нет, из этого не сделать. Два управляющих входа как раз справа. И непонятно, то ли это диверсия со стороны авторов альбома, то ли я немножко криворуко это нарисовал. Вот, надеюсь, оригинальные элементы, которые я надеюсь получить, прольют свет в этом вопросе. Этот канал я просто перенес, и элемент стал работать именно как и задумано, но при этом можно обратить внимание, что вот в оригинале вот этот угол отсекает часть канала, отсекает часть струи и уводит ее в атмосферное окно. В итоге мощность выхода падает. Немножко корректируем форму входа в выходной канал, это пропадает. Потом вихрь очень слабый, потому что там такая какая-то трапецидальная форма, сделан ее более округлой, и элемент стал работать гораздо более равномерно. Интересно, как он. Не хочет он так? Ну-ка. Нет, вот как раз. То есть элемент стал работать гораздо более равномерно, и у него ламинарная струя даже продолжается уже после выхода, чего не было, например, в оригинальном элементе, там струя сразу турбулизировалась. Хорошо, дизайн разработали. Теперь мы можем... Ну, элемент у нас один. Нам нужно синтезировать логическую схему. Это верилок. Те, кто знает его, молодцы. Те, кто не знают, не пугайтесь. Нам стоит обратить внимание только вот на эту строчку. Это в нашем случае 1-битовая A плюс B плюс входной сигнал переноса. И, соответственно, выходные сигналы Y, в данном случае он out, и сигнал переноса выходной. То есть это логическая функция нашего будущего сумматора. И с помощью, опять же, open-source tool-a, для синтеза верилога, Yosses, получаем логическую схему соединения наших элементов. Мы здесь видим, что элементов 11, хотя на стенде стоит сумматор почему-то с 10 элементами. Но это потому, что в Yosses очень сложно задать элемент с двумя выходами, а вот эти два элемента, or, или и или не, они включены параллельно. A идет сюда и сюда, B идет сюда и сюда. И выходы уже идут дальше. То есть вместо вот этих двух элементов можно применить наш один элемент с двумя выходами. Они же у нас инверсные. Поэтому итоговый сумматор имеет 10 выходов. К сожалению, вот на этом этапе с автоматизацией процесса все довольно плохо, потому что информация из Yosses у меня есть, но хочется засунуть это дело, опять же, в keycut, нарисовать печатную плату, но нету нормального конвертера пока что из схемы в Yosses в схему в keycut. Поэтому вот это мне пришлось рисовать вручную. Но времени на интегрализацию у меня не хватило, поэтому я решил проверить работу сумматора на элементах серии Volga. Напечатал нужное количество элементов на фотополимерном принтере, собрал все это дело, исходя из схемы, и сумматор от двух с половиной компрессоров завелся. К сожалению, сюда я привез только один компрессор, потому что вся установка очень шумноватая. И если этот компрессор не слышно, то тот, от которого он заводится, будет перекрывать любые звуки на демодуляции. Поэтому сумматор в сборе там стоит только для красоты, но отдельным элементом можно управлять, пощелкать. Но в итоге я хотел в размерах одного элемента Volga распечатать вот эти миниатюрные элементы и вот точно так же, как показано на схеме с системой SMST, распечатать, развести и распечатать слои с дорожками, с переходами на нужные слои. То есть, по сути, сделать эдакий бутерброд. В итоге в блоке в размере VHS-кассеты можно уместить восьмибитный сумматор полноценный. На данный момент у меня все. Ждите видео на YouTube о том, как этот сумматор работает. Ну и статью на хабре про эксперименты со стройной логикой. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, welcome. Какая как раз скорость переходных процессов у этих сумматоров? Какой можно так-то в большинстве из них? Хороший вопрос на самом деле. У меня вот есть тут один в запасе еще элемент. У него замкнут вход на выход. То есть, кто может сказать, что будет, если подать на него питание? Автогенерация. Правильно. Для тех, кто не знает, почему. Когда мы будем подавать питание, у нас струя по умолчанию пойдет в правый канал. Сразу же будет подавать сама себя сигналом в элемент. Переключится в левый канал. Сигнал пропадет. Струя вернется обратно. Вот этот элемент генерируют на частоте в 330 Гц. Частота эта зависит, естественно, от размеров элемента, от скорости звука. То есть, если, например, его запитать гелем, я думаю, частота будет значительно выше. Если взять гексовторит серы, частота будет значительно ниже. Взять другую длину трубки, частота изменится. Это частичный ответ на вопрос о скорости переходных процессов. То есть, получается, два полутакта включения-выключения. В среднем это 330 Гц. Это у нас 3 миллисекунды примерно. Да, это 3 миллисекунды. То есть, один переходный процесс на включение полторы миллисекунды. Ну, около миллисекунды. СМСТ, которые мелкие, которые вот эти, они на моделировании показывают на порядок большую скорость. За счет того, что они где-то в 5-6 раз меньше. Спасибо за ответ. Можно еще маленький вопрос? На самой-самой первой картинке этой презентации, что на ней нарисовано? Это что-то нейронка изобрела? Да, это… Где он тут? Это… Я вдали вбил проектированный процессор постапокалипсиса и сделал это… Да, очень похоже. Мне понравилось. И сделал это КДПВшкой. Да, в микрофон, пожалуйста. Да, спасибо за интересный рассказ. Я хотел бы вот вернуться к началу. А сейчас… Ну, чуть-чуть дальше, чем это… Где шла речь про… Ну, где вы рассказывали про газовый счетчик. Вот если в газовом счетчике, вы сказали, вроде три логических элемента, то получается это счетчик из трех разрядов и довольно грубые измерения, правильно? Или там как-то все хитреет, там как-то аналогово это… Нет, он дискретный. По сути, там счетчик – это если будут устойчивые колебания. То есть из-за довольно большой скорости, из-за малого времени переходного процесса, сигнал быстро распространяется и закольцовывается. И в итоге вот этот период, он занимает десяток миллисекунд. И это, по сути, получается время сэмплирования расхода. То есть получается, что мы измеряем, грубо говоря, время как раз переходного процесса? Да, мы измеряем частоту. Получающуюся частоту в результате. Спасибо. Арсем, привет. Скажи, если слишком быстрый поток включить, то поток перестает быть ламинарным, да? Да, все верно. И есть некий диапазон, ниже и выше которого струя перестает быть ламинарной. Это там… Когда собственное число Рейнольдса потока становится выше критического, хитрая математика, в которую надо вникнуть, чтобы нормальную openfoam… Артем, это опять про газовые счетчики. Если включить на самый маленький огонь, то он его не увидит. Он его увидит, потому что газовый счетчик имеет именно те размеры… Ну, вернее как, если мы поставим счетчик Гран-4 на обычную бытовую газовую плиту, то, возможно, у него будет больше погрешность, нежели где стоит котел. Но, естественно, у него есть некая область нечувствительности, как у любого другого газового счетчика. Да. Артем, добрый день. Спасибо за очень подробный, хорошо структурированный рассказ. У меня возник такой вопрос. Вот вы говорили, что элементы типа Волга в Советском Союзе выпускали серийно. Я могу предположить, что, наверное, на них собирались некие более сложные устройства, чем 1-битный сумматор, даже полный. И вот вы говорили, что у вас от двух компрессоров не удалось толком завести этот сумматор, который вы построили. Соответственно, вопрос, а какой мощности компрессоры требовались в советское время некоторым реальным системам, работавшим на струйной логике? Есть информация на этот счет? Информации на этот счет нет, но вообще по документации расход на один элемент должен быть литр в минуту. У меня расход порядка 10 литров в минуту, так что это, скорее всего, я делаю что-то не так. С другой стороны, в видеоматериалах советской эпохи про струйную технику можно наблюдать целый шкаф примерно на 200-300 таких элементах. Это шкаф управления ЧПУ. То есть станок с ЧПУ, где башка ходит по X и Y, управляется полностью на пневматике. Там внутри есть система управления позиционированием, то есть все системы с обратной связью и прочее. Тут сложно сказать, какой компрессор нужен для этого, но да, станции воздухоподготовки даже для пневматики имеют довольно внушительные размеры на заводах. То есть это полноценные цеха воздухоподготовки, где стоят огромные фильтры, потому что чем чище воздух, тем дольше будут служить элементы. Да, там стоят большие компрессоры, которые нагнетают приличное количество воздуха. Потому что даже та же пневматика, например, она не герметична на самом деле. Те же пневмоэлементы, когда они, например, закрываются, они сбрасывают давление после себя. Вот те, которые у меня есть. Соответственно, довольно большое количество воздуха тоже расходуется в пневмоэлементах. Спасибо. Слева, может быть, какие-то вопросы есть? Да, давайте. Спасибо. Если мы пофантазируем и на базе этого процессора достроим персональный компьютер, то что будет тогда устройством вывода? Ну, кстати, хороший вопрос. То есть для выставочной зоны я, например, распечатал вертушки. У пневмоники, которые, там банально, есть маленькое сопло, вертушечка, и если есть воздух, то оно, соответственно, крутится. У пневмоники, да, есть проблема с выводом, потому что в пневматике там все просто. Давление есть, сигнал есть. Давления нет, сигнала нет. И можно просто закрыть лампочкой, например, пневмолампочкой, пневмолампочкой, такой поршенечек на пружинке, закрыть выход. В пневмонике закрывать выход нельзя. И тут нужно придумывать какие-то интересные схемы. И я надеюсь, что вот товарищ Касимов с Института проблем управления, который мне отвечал в июне, соответственно, он еще был живой, живой до сих пор, и ответит мне на этот вопрос. Потому что я не знаю, как информация снималась тогда, я могу это снять с помощью флажков, например, поставить фотодатчик на этот флажок. То есть если флажок поднялся, он блинкер от воздуха, перекрыл щель у фотодатчика, у меня сигнал пришел, например. А если просто визуально, то просто флажки, либо вот эти вот крутилки, либо еще что-то, что использовалось тогда, но, к сожалению, в документации про это практически ничего не написано. Говорится, что нельзя закрывать выход. Ну отлично! Напишите тогда, как считывать информацию. Еще вопросы? Ну вот, давайте. Вот как я понимаю, в больших схемах из пневмонии элементов нужно поддерживать одинаковое давление на всех элементах. Но в то же время на каждом элементе давление теряется. Да, все правильно. Но вот конкретно вот эти базовые, базисные элементы, они активного типа. Есть элементы пассивного типа, которые представляют собой, по сути, просто взаимодействующие друг к другу. Каналы. То есть, например, элемент 8 или. Там просто на пластике 8 каналов сходятся в один. И, соответственно, в этом случае с каждым последующим элементом будет отбирать мощность, сопротивление стенок и прочее. У активного элемента у нас всегда есть канал питания. И, соответственно, мощность выхода, она зависит только от сигнала питания, не зависит от мощности управляющих сигналов. И вот еще такой был вопрос. Если говорить уже о создании компьютера, то какие соображения насчет создания элементов памяти? Точно так же можно на вот этих базисных элементах сделать. То есть банально вот здесь вот я замкнул, например, не активный выход на вход. А если замкнуть активный выход на вход, то он будет защелкиваться. Ну, потому что у нас сигнал уйдет сюда, сразу же подхватит себя, и, по сути, он будет самоблокирующим. Все, у нас есть ячейка памяти. RS-триггер. Нам этого достаточно. Спасибо. ПЗУ банально там набор клапанов. То есть набрали там побитого, открыли-закрыли краники, как вариант. Так, ну вот последний вопрос, пожалуй. Времени нет. Большое спасибо за доклад. Такой вопрос. Насколько масштабируемы вот эти элементы могут быть? Может, дилетантские, конечно. В какую сторону, кстати, масштабируемые? Понятно, что в меньшую сторону. Ну, вот то, что я показал из вот этих вот десяти элементов, это то, что могу напечатать лично я на фотополимернике. И то надо покалибровать немного печать, потому что часть каналов можно заметить там заплывших. То есть я просто попробовал пока напечатать. Можно еще мельче, но тут возникает проблема со стенками. То есть струя начнет турболизироваться тупо за счет шероховатости стенки. Когда стенка в десятке, например, находится, это одно. Когда между двумя стенками 50 микрон, то шероховатости могут уже сильно влиять на струю. То есть если изготовить из абсолютно гладкого материала, то, наверное, это можно ужать до минимума. На жидкостях это работает до 50 микрон. Это так называемая микрофлюидика. И за последние 10 лет к ней очень пристальное внимание в научном сообществе. На ней делают секвенсоры геномов, например, подачу, смешивание в микродозах лекарственных веществ и прочее. Как раз микрофлюидика, но это больше не про струйную технику, а именно про гидравлику. То есть там больше про клапана идет речь. Спасибо. Все. Всем спасибо огромное. Просьба вернуть мой элемент на родину. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...